всех приветствую это первое видео по созданию энергощита регистрировавшего падания ключевую роль для анимации будет играть именно сама 3d модель и специфичная и развертка именно об этом данный ролик там по себе щит является просто набором шестиугольников который мы сделаем из целью и банально удалив лишнее также сходу в целях оптимизации удаляем дешевле ребра чтобы у нас шестиугольник было из четырех треугольников а не из шести это примерно на тридцать карьер количество вычислений на вертексном фрейдере для анимации так что пренебрегать не стоит сразу делаем первую развертку которая нужна исключительно для наложения текстур тут ничего интересного нету делать по факту не надо просто отмасштабировать и немножко и все сразу сохраняем так называемый снапшот майки вот и на основе этого этой картинки уже фотошопе сделаем текстуру непосредственно создадим плоскость так сразу посеет заверну чтобы форвард вектор соответствовал или не в ту сторону разверну а нет все правильно создаем плоскость соответствующие размером нашего счета данном случае это восемь на четыре метра собственно и это мы замастим нашими шестиугольниками желание как все это вычисляется но я сейчас на глаз делаю сверхточность меня требуется исключительно для примера делать ли зазор между шестиугольниками сделать их плотную тут как говорится дело вкус то есть как вам нравится так и сделайте думаю так нормально будет ну понятно что вручную я их клонировать не собираюсь вот для этого инструментарий соответствующий есть мне очень нравится ну перестарался надо пофиг ну и так же будем дублировать их бок 46 ну на самом деле все вычисляется при желании но можно и на глаз подобрать но 47 нормально ну и и Продолжение следует... Так, теперь нужно отрезать от счета все лишнее. Продолжение следует... Так, собственно, вот заготовка нашего счета. Так, и вот на центр. Теперь самый важный момент. Нужно сделать специфичную UV-развертку. В чем и особенность. Во-первых, создаем второй UV-сет. Вот, делаем плоскую проекцию для UV, в данном случае. Так, по оси X. Правильно. И размер. То есть 400 на 400. Нужно повернуть ее на 180. Ну, там на самом деле настройкам это можно было сделать, но не так проще. И размещаем ее вот таким вот образом. То есть сейчас мы получили UV-развертку нашего счета размером от минус 1 до плюс 1 по UV-координатам. И от минус 0,5 до 0,5 по вертикали. Центр, как видите, расположен в левом верхнем углу базовой текстуры. То есть вот ячейка 10.01. И обычно базовая текстура размещена. Вот сейчас что у нас получилось. Сейчас у нас каждый UV-элемент по факту в UV-развертке соответствуется местоположению в пределах нашего счета. Теперь нам нужно эти UV-элементы свернуть в точку. Ну, понятно, что сделать это можно вручную. Вот. Ну, понятно, что делать это со всеми так дело не очень удобное, поэтому сделаем попроще. Просто выделяем их все. И находим Transform параметры Texas Density. Ставим на 0, нажимаем применить. Или установить точнее. И все. У нас все UV-элементы свернулись с точки. Теперь, используя эти данные, мы можем получить координаты точек, соответствующих центрам наших шестиугольников. Именно это будет являться ключевым моментом для анимации изменения цвета именно у целиком у шестиугольника. У дальнейшей логики материала. На самом деле, данные часто используемые приемы. И, в общем-то, ничего нового, в принципе, тут нет. На самом деле. В общем-то, все, что нам осталось, это экспортировать нашу модель. И создать текстуру для нее. И, в общем-то, это все, что я собираюсь сделать, показать его в данном ролике. Ключевую логику материала непосредственно самого, считай, я покажу уже в следующем. Так что, если умеете пользоваться фотошопом, то тем дальше ничего интересного не увидите, конкретно в этом видео. Открываем нашу сохраненную ювишку и на основе делаем простейшую текстуру. Водка, внутренние свечения, наложение ответа. Ну, такая текстура, которая меня более чем устраивает. Вы можете любую другую сделать. Тут вариантов много. Как мне нравится, такую делайте. При желании можем сразу импортировать в наш проект. Так, и щиты, и текстуры сразу. Тут ничего не меняем, то есть ни текстуру, ни материал не создаем. Колизию тоже потом сами создадим. Ничего интересного. Ну, сразу могу создать материал и показать, как он в итоге будет выглядеть. Но больше пока ничего показывать не буду. Тут все максимально просто. Наша текстура. Так, материал у нас будет, ну, Blunt Mode либо дитив, либо прозрачный. Но дитив дешевле, если у вас устраивает, как он выглядит, можете использовать его. Режим Unlit, значит, будет светящийся. Так, умножаем нашу маску на желаемый цвет. Конвертируем в параметры. Это опять же, нож по желанию, это не обязательно. При желании опять же делаем параметры. Параметры, отвечающие за интенсивность лечения. Ну, хоть два поставлю. Ну, почти ставлю на единицу в данном случае. И вот так он будет выглядеть. Но сейчас, как говорить, я не делаю никакой анимации. То есть вся интерактивность будет прикручена уже в следующем видео. Единственное, что нам стоило бы сделать, это добавить лоды. То есть в качестве лода добавить плоскость. Сделать для него отдельный материал, уже ставилищиеся текстуры. Ну, исключительно в целях оптимизации. Чтобы не затягивать ролики, я этого делать не стал. При желании можете сделать самостоятельно. Я думаю, это несложно. Ну, если вдруг не знаете, напишите. Я запишу отдельное видео. Как сделать лоды и все остальное. У меня же в рамках этого ролика все. Как я, как я говорил, сказал, ключевую логику самого материала, игровую логику, отвечающую за регистрацию и анимацию поданий, я покажу уже в следующем видео. Вот. На этом пока все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok